В рейтинге российских регионов по качеству жизни Пермский край за год поднялся на 9 мест. Что в первую очередь могло повлиять на такой результат, какие меры наоборот неэффективны, какой вклад может сделать бизнес региона. Вопросов в этой теме накопилась масса. Меня зовут Анастасия Шерстовитова. Это программа, в которой мы будем искать ответы. Татьяна Миролюбова. Профессор, доктор экономических наук, декан экономического факультета Пермского классического университета. Считает, что качество жизни в Пермском крае напрямую связано в первую очередь с состоянием рынка труда и уровнем образования. Понятно, что не только климат влияет на то, что люди уезжают. Александр Нода. Социолог, генеральный директор социологического агентства «СВАИ». Уверен, что для решения ряда проблем в регионе нужно обратить особое внимание на сферу ЖКХ, а также на насыщение рынка кадров. Мы должны, безусловно, заниматься теперь переманием из других регионов. Уважаемые гости, приветствую вас в нашей студии. Татьяна, как вы оцениваете имеющийся показатель, как мы в целом двигаемся по вашим наблюдениям в рейтинге регионов по качеству жизни? В рейтинге регионов по качеству жизни в прошлом году Пермский край показал положительную динамику. Если мы сопоставим этот рейтинг с рейтингом регионов по уровню социально-экономического развития, который тоже самое агентство рейтингует, то здесь тоже улучшение наблюдается. Я бы отметила, что это два взаимосвязанных рейтинга. Рейтинг социально-экономического развития и рейтинг по качеству жизни, поскольку понятно, что качество жизни во многом зависит от развития экономики. И как раз, что касается, например, рейтинга по уровню социально-экономического развития регионов, то в 2023 году Пермский край был на 21 месте, а в предыдущем году был на 23 месте. То есть мы видим, что он на две позиции поднялся. Ну и, собственно, вообще сама позиция, 21 место по уровню социально-экономического развития, она как раз и предполагает, что такой регион должен иметь неплохие позиции по уровню качества жизни, в рейтинге качества жизни. Александр, скажите, наблюдаете ли вы подобные позитивные тенденции? Каковы ваши наблюдения? Если посмотреть на другие регионы, то есть за счет кого мы поднялись и за счет кого мы, соответственно, повысили на девятую позицию. То есть у нас просадка есть значительная по Белгородской, Брянской и Псковской областям. То есть приграничные территории, где с безопасностью стало похуже, есть определенный оттоп населения. Где еще стало лучше, помимо Пермского края? То есть стало лучше в Удмуртии, Ростове и Саратове. То есть там тоже позиции повысились. Мы рассматриваем это скорее связано с тем, что увеличился оборонзаказ. И регионы, у которых есть значительная доля оборонки в экономике, соответственно, она увеличилась. И еще что еще просила? То есть просили еще некоторые дальневосточные регионы. Сахалин, Магадан, Чукотка. А что в целом оценивается, когда мы говорим о качестве жизни? Когда идет речь о качестве жизни, здесь в первую очередь идут, конечно, деньги. То есть это доходы, затем занятость, жилищные условия и безопасность проживания. Вот, собственно говоря, ключевые вещи. Если где-то безопасность проседает, сразу, соответственно, показатели понижаются. Татьяна, вот по этим критериям, на ваш взгляд, по чему мы действительно постоянно видим положительную динамику? Ну, я бы отметила, что как раз во многом улучшение позиции Пермского края в рейтинге связано прежде всего с состоянием рынка труда, доходами населения. Ну, в частности, например, в этом рейтинге Пермский край по объему вкладов и депозитов физических лиц в банках на одного жителя занимает 34 место среди всех российских регионов. Рынок труда в Пермском крае, ситуация на нем тесно связана с уровнем как раз дохода, заработной платы и все прочее. А это, в свою очередь, связано с повышенным спросом на рабочую силу. В Пермском крае, который мы наблюдаем уже второй год, серьезный рост, опять же, связано с тем, что у нас значительная доля промышленности в валом региональном продукте региона и, соответственно, значительная доля машиностроительных отраслей и, опять же, тех, кто работает на военно-промышленный комплекс. И здесь как раз рост загрузки производственных мощностей этих предприятий требует все больше и больше рабочей силы. Отсюда перегрев рынка труда. Понятно, что это все ведет к росту заработной платы и, назовем это так, переманиванию кадров, перетоку кадров между отраслями. Более высокая заработная плата там, где есть большие перспективы экономического роста, где большие перспективы роста производства, выручки, доходов и так далее. Вот эти факторы очень сильно влияют. Александр, у вас такие же наблюдения? То есть состояние рынка труда и доходы, как я зафиксировала бы Слава Татьяна. Да, я Татьяну поддержу. У нас действительно чрезвычайный дефицит рабочей силы. Многие заводы работают в три смены. Они друг у друга переманивают персонал. Причем в основном за счет денег. И, соответственно, для бизнеса возникает ситуация, при котором ввести здесь какое-либо производство без поддержки государства достаточно непросто, потому что нужно конкурировать с заводами, которые полностью обеспечены заказом. Что в этом отношении делать? Что нужно нам как спасать ситуацию? При том, что, в принципе, для населения все хорошо. Уровень зарплаты растет, благополучие растет, качество жизни повышается. Мы должны, безусловно, заниматься теперь переманиванием из других регионов. Есть отток с Белгородской, с Брянской областей. Нам нужно, соответственно, тоже в эти регионы запускать и к себе перетягивать этот квалифицированный персонал. Привлекать мигрантов в Средней Азии можно. Но это не тот персонал, который нужен сейчас экономике нашего региона. Безусловно, все равно и этот сойдет, как говорится. Татьяна, согласна ли с такой стратегией? Реально ли это? Ну, вообще, в целом, с точки зрения демографии, Пермский край выглядит не самым лучшим образом. И по показателям, например, естественного прироста населения в рейтинге в этом Пермский край за прошлый год на 40-м месте был. А вот по миграционному приросту вообще на 76-м месте. То есть, таким образом, у нас вместо прироста наблюдается убыль миграционная как раз. То есть, уезжают значительно большее количество людей, чем к нам приезжает. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, одной из точек роста и качества жизни и в целом экономики Пермского края должна стать политика, направленная на исправление, улучшение ситуации с демографией. Ну, а здесь самое разнообразное число факторов действует. Вплоть до климата. Ну, например, точно так же вот в этом рейтинге, о котором мы говорим, есть такой параметр, как экология и климат. Так вот, по климату Пермский край оценили на 71-м месте мы стоим. Понятно, что не только климат влияет на то, что люди уезжают. Потому что, например, лидирует в рейтинге качества жизни, например, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Понятно, что здесь климат еще менее благоприятный, чем в Пермском крае. Но здесь другие параметры, очевидно, срабатывают, которые удерживают население и обеспечивают высокие позиции в рейтинге качества жизни. Я бы еще отметила такой момент, который является, на мой взгляд, проблемным в Пермском крае. И над чем тоже можно работать и региональному правительству, и федеральным органам власти. Это то, что касается высшего образования. Вот у нас по такому показателю, как доля населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего высшее профессиональное образование, по этому показателю мы на 75-м месте. То есть это как раз, с одной стороны, это отражает специфику региона. У нас промышленный регион, и большой спрос, и большая доля занятых, где не требуется высшее образование. Это среднее профессиональное образование. Это то, что требуется сейчас. И мы тоже слышим об этом. То, что нашим заводам, предприятиям требуются специалисты со средним профессиональным образованием. Но это, с другой стороны, показатель качества человеческого капитала региона. И, собственно, заделанное будущее для региона. Поэтому это как раз то направление, где точно должен быть баланс между, скажем так, агитацией за среднее профессиональное образование, за получение его, и за высшее образование. Либо, как сказал Александр, хантить из других регионов. Тоже как вариант. Да, как вариант. В те сферы Пермского края, где как раз требуются лица с высшим образованием. Ну, в частности, например, вы знаете, что у нас существует проблема нехватки учителей и врачей. Это как раз в прямом смысле люди, которые имеют высшее образование, должны его иметь. И, конечно, это влияет на качество жизни, в том числе и в других показателях, и с других сторон. Мы также задали вопрос про оценку качества жизни, про то, что стоит изменить жителям на улице города. Собрали много мнений. Давайте часть из них послушаем. В 2023 году Пермь заняла второе место по качеству жизни. Сейчас мы узнаем у наших жителей, чего же им не хватило до первого места. В принципе, многого, вообще-то говоря, не хватает. Например, высокие тарифы на проезд в общественном транспорте. Не знаю. Наверное, хорошего ремонта и больше спортплощадок. Ну, я как сам спортсмен, просто лично это говорю, что спортивные площадки не сильно достают у нас перемены. Баскетбольные, волейбольные. Футбольных много, у нас куча вообще. Каждый, где угодно, можно воропы ставить. А вот баскетбольные проблемы, я сам баскетболист. Наверное, общественный транспорт. Немного бы, конечно, цены понизить, потому что они каждый раз повышаются только. Ну, а даже если повышаются, то, может быть, хотя бы маршрутов побольше добавить. Мне кажется, в остальном-то в целом тут все очень даже неплохо. Ну, наверное, навести порядок везде. Особенно на производствах, на всех. Чего для высокого уровня жизни хорошо бы, если бы не было. Например, самокаты эти, будь они неладные, значит, как они называются. Симы, да, средства индивидуальной мобильности. Это ведь надо, язык сломаешь. Не хватает аптеки круглосуточной на микрорайоне кислотной дачи и киви-терминала. Не могу сказать, чего не хватает для первого места, но могу сказать о насущной проблеме, которую слышу в последнее время от своих многих знакомых. В частности, нашумевшая тема с парковкой для самокатов. Я сама ими не пользуюсь, но знаю, что очень многие люди, которые любили это и использовали это как быстрое средство передвижения, сейчас очень страдают, что теперь не могут кататься на самокатах, не могут их припарковать нормально. И в целом, что лишились такого доступного способа перемещаться по городу. Больше интересных тем ежедневно обсуждаем в программе «Итоги». Актуальная аналитика, мнение экспертов, варианты решения проблем. О важном и интересном говорим каждый день в 19.00. Переходи по QR-коду на экране или включай программу «Итоги» и «Думай» вместе с нами. Итак, мы услышали сразу несколько направлений. Мало кто говорил про зарплату, про доходы. В основном говорили про транспортную доступность, спортивную инфраструктуру. Александр, вот по этим критериям, насколько мы вообще позитивно меняемся в последние годы, как регионы и что на это вообще влияет. Смотрите, мы проводили опрос населения на предмет того, что нравится в Перми, что не нравится. Вообще 90% нравится жить в Перми, среди пермяков. Есть положительная история по строительству, по культуре и спорту, по благоустройству, по общественному транспорту, по дорогам, промышленности. Это все отчасти связано с 300-летием и с изменением внешнего облика города. По-прежнему негативные изменения в городской жизни – это ЖКХ, здравоохранение и экология, с которой достаточно сложно что-то поменять в силу того, что у нас все-таки промышленный город. И 20% граждан у нас, в принципе, настроены на смену жительства. То есть 80% хотят остаться, 20% – это никак. На Дальнем Востоке где-то порядка 40-50% в зависимости от региона. Но действительно есть Хантамиссийский автономный округ, где за счет того, что много жизни в городе, что я имею в виду, то есть различные мероприятия, спортивные соревнования. То есть жизнь кипит, и они деньги, которые зарабатывает регион, тратят на то, чтобы молодежи жилось хорошо и комфортно. Но при этом никто никому в голову не сбредет запретить самокаты. Такая вот ситуация. Что делать? Вот эти три показателя обозначили ЖКХ, здравоохранение и экология. Если с экологией все тяжелее, как решить остальные проблемы, на ваш взгляд? По здравоохранению действительно необходимо привлекать учителей и врачей. И одним из вариантов, как пылесосить из других регионов, это тоже высшее образование. То есть если мы предлагаем студентам качественное высшее образование здесь, в Перми, они приезжают, им нравится город, и они здесь остаются. Речь идет о бюджетных местах? Ну, бюджетных. У нас вузы отчасти сейчас на коммерческие. У нас очень много людей из других стран учатся в вузах, потому что в вузам нужны деньги. Ну, тем не менее, как бы, безусловно, на бюджет. В большей степени будут из других регионов. Из бедных регионов нам нужно их пылесосить. Вариантов нет. То есть опять же кадры? Кадры. ЖКХ? ЖКХ – это система, которая достаточно сложно обновляется. Те трубы, которые лежат в земле, только если у региона появятся какие-то грандиозные деньги, избыточные, может быть, за счет оборонки, и будет вложена пока на данный момент. Я не знаю про программы, которые предполагают замену тепла, труб тепла и водоснабжения. То есть это более глобальная задача? Это очень ресурсоемкая история. При таком размере города, при таких наших больших площади, сомневаюсь, что можно что-то здесь быстро сделать. Татьяна, согласна ли с Александром, как вы видите самые такие болевые точки в Пермском крае, которые мешают нам близиться к первому месту еще активнее? Здесь бы, конечно, я отметила, что действительно это так. Это та сфера, где требуются большие капиталовложения для замены изношенных сетей. Мы с вами знаем, что когда эти сети прокладывались, в какие годы, да, и сколько лет они совсем не ремонтировались. Конечно, а поскольку сейчас, например, в городе Перми у нас это в концессии находится, обслуживание сетей и Новогурприкамьи, и Т-Плюс, сети водоснабжения и водоотведения, и тепловые сети у концессионера, то очевидно, что инвестиций концессионера, наверное, не хватает, да, для того, чтобы все это заменить. С одной стороны, с другой стороны, полагаю, что все равно требуется федеральная программа, именно федерального уровня, направленная на модернизацию системы ЖКХ, потому что Пермский край – это не только город Пермь. Если мы вспомним, что действительно в других-то территориях есть и проблемы с очистными сооружениями, например, в сельской местности, в малых населенных пунктах. Вообще вопрос о наличии очистных сооружений, а не о том, какие эти очистные сооружения. Поэтому, безусловно, ЖКХ – это та сфера, где требуется значительная как раз федеральная поддержка, финансовая, прежде всего, поддержка, поскольку региону в одиночку с этим не справится. Ну, уж отдельно взятому муниципалитету тем более. Что касается транспортной инфраструктуры, безусловно, здесь Пермский край, на мой взгляд, развивается в этой сфере в последние годы достаточно динамично. Здесь можно отметить и знаковые новые проекты в транспортной сфере. Это строительство улицы Крисанова, строителей улицы. Сейчас предполагается новый третий мост, начало первого этапа уже проведен конкурс, определен подрядчик и так далее. Действительно, здесь много что есть. Ну и плюс, например, в крае в целом реализуется очень интересная, финансируется сейчас программа, направленная на расширение полос при подъемах. Когда автомобильная дорога идет в горку, понятно, что где обычно... То есть это разгрузит еще больше? Разгрузит как раз и будет способствовать ускорению перемещения грузов, населения и так далее. А вот как раз негативно, на мой взгляд, на молодежную часть населения, города Перми в частности, будут влиять как раз запрет электросамокатов. Потому что я как человек, который каждый день общается с молодыми людьми, я уже слышала неоднократно как раз отрицательные очень оценки молодежи, молодых людей к тому, что электросамокаты в центре города именно запретили. Для многих ведь это был какой вариант? Они доезжают на автобусе куда-то и дальше пересаживаются на эти самокаты и очень мобильно, без всяких пробок и комфортно. И плюс еще, наверное, это какая-то некоторая ностальгия по детству. То есть это как раз, на мой взгляд, добавляет качество жизни именно для молодой части населения. Которую мы хотим сохранить. Которую как раз мы хотим сохранить с точки зрения перспектив будущего. Безусловно, люди старшего поколения – это тоже цены для всех, для нас. Но нужно думать, собственно, о том, чтобы и все слои населения, в частности молодежь, тоже хотели оставаться в Пермском крае. Ну а что касается здравоохранения, здесь, на мой взгляд, недостаточно говорить о том и принимать программы по именно улучшению работы самого здравоохранения. Здесь требуется формирование здорового образа жизни. То есть согласно всем опросам, изучениям, исследованиям научным, большая часть продолжительности жизни и качества жизни, здоровья человека зависит от его образа жизни. И вот здесь как раз здоровый образ жизни, занятия спортом, физкультурой – вот это как раз то, что улучшит сферу. По крайней мере, демографически. Да, ну и демографически, конечно, демографию тоже улучшит способно. Поэтому здесь, на самом деле, на сегодня есть несколько нацпроектов, в которых Пермский край активно участвует. И мы видим, действительно, и новые открывающиеся, строящиеся спортивные площадки, уличные и так далее. Но, очевидно, как сказал один из жителей, мало и недостаточно. Ну, а, опять же, это должно быть распространено и в целом на всю территорию, не только город Пермь. Ключевой вопрос тоже хочу задать, как представитель бизнес-канала Александр. Вот какой вклад в то, что мы сегодня с вами обсудили, может сделать бизнес? Крупный, малый? Что могут сделать те, кто уже сейчас, в том числе, помогают экономике региона развиваться? Ну, бизнес, который здесь живет и работает, он заинтересован, чтобы здесь оставались их сотрудники. Поэтому соучастие в каких-либо общественных проектах по тому же спорту было раньше, сейчас не очень развито. Игры между различными предприятиями, спортивные, массовые, по благоустройству работы. Потому что мы еще обслуживаем горячую линию города. И самая тема, с которой обращается, это благоустройство. Ну, это стабильно. По Перми был в свое время образ такого грязного города. То есть грязный, серый город. Сейчас в этом отношении Перми очень изменилась. Остались еще Китил, Березники и Гремячинский Убаха, которые несут еще отчасти лоск прошлого. Но, в принципе, сами промышленные предприятия, они могут, меняя фасады, многие из них меняют фасады, и становятся сами по себе красивее и украшают город. Вот это, соответственно, было бы... Ну и при этом и государство должно идти навстречу. У нас сейчас центры прибыли ушли, центры управления ушли. Малый бизнес, который сейчас борется с крупными предприятиями за рабочую силу, ему тяжело. То есть участие государства в этом нужно. Ну и в формате запретов. Давайте просто парковки отменим. А в формате того, что давать какие-то ресурсы. Поиск компромисса. Поиск компромисса, обсуждения и приход какой-то договоренности. А вот сейчас-то диалог ведется или он ведется неактивно, на ваш взгляд? Ну, если он ведется, то он ведется где-то тихо и... Незаметно. Незаметно. Татьяна, согласна ли вот с такими мерами? На ваш взгляд, бизнес региона может ли сейчас как-то активизироваться? Или уже это сделал, чтобы качество жизни росло, ну и кадры оставались у нас? Я полагаю, да. Ведь основа экономики Пермского края и значительная как раз занятость Пермского края это крупный бизнес на сегодня. И это можно сказать, что это социально ответственный бизнес. Действительно, например, компания Лукоил, она реализует проекты социальные, мы знаем, что ежегодный конкурс социальных проектов и так далее. А многие компании, например, компания Уралкалия, они вкладываются в благоустройство той территории, где находится. Вот я знаю точно. Например, сейчас при участии Уралкалия разрабатываются проекты благоустройства Усолья, реконструкции, реставрации этого прекрасного места. И как раз и бизнес вкладывается в это. То есть как раз, на мой взгляд, участие бизнеса в благоустройстве и в устройстве, в более хорошем устройстве жизни в городе, в территории любой, это как раз то, что требуется сегодня. И то, что на самом деле в Пермском крае уже есть. Но, конечно, опять же, нужны в определенной степени меры государственной поддержки, меры, направленные на стимулирование такого социально ответственного поведения бизнеса. Спасибо большое за такое резюме. Получилась очень интересная дискуссия. Напомню, что сегодня мы говорили о качестве жизни в Пермском крае. Это была программа «Открытый вопрос». Мы увидимся уже в следующую пятницу. Нам будет о чем поговорить. До новых встреч!